Всем привет дорогие друзья, с вами Xenos и сегодня у нас новый выпуск рубрики 1х1, а это значит, что сегодня мы будем сражаться с жесткими героями. Сегодня у нас антимаг против террорблейда. Заруба получится у нас очень жесткая, друзья, очень лютая и мы выясним, кто же сильнее в пределах нашей рубрики 1х1 на речке, сильнее из этих двух персонажей. Друзья, попрошу обязательно поставить лайк и подписаться на канал, для того, чтобы не пропускать данные видосы. Обязательно пишите комментарии, кого вы хотите еще увидеть в этой рубрике на речке, друзья. Но не забывайте, что уже тоже очень много было видосиков по этому поводу, по этой рубрике, друзья, и обязательно их посмотрите. Ну что ж, пожелаю всем приятного просмотра и мы начинаем. Ну что ж, друзья, Антонио уже здесь, начинаем мы душить. Антонио, ты тут? I'm here, mortal. Так, друзья, напоминаю вам правила, как у нас все это происходит. Вот так вот заходить у нас нельзя за речку. Драки строго у нас, можно сказать, на речке. Как обычно, выпускайте рачков, говорить нужно обязательно. И что ж, первая стадия у нас проходит с закупом 6200, не более. Отыгрываем 5 раундов, идем потом дополнительный, потом идем в лайт-стадию, потом доп и еще без артефактов драки. Ну, вы все, в принципе, помните прекрасно. Пока мы сейчас закупаемся, Антонио уже у нас подходит. А, слышно, четко. Четко ты тоже, тоже. Смотри, смотри, Антонио. В общем, друзья, будем сейчас проводить первую стадию и мы готовимся. I grow impatient. You must act. Ну что, друзья, начинаем первую стадию, первый файт у нас. Антонио, готов? Да, я готов. Выпускайте рачков. Поехал. Ух, вот это настоящий, да? А, я даже не, я мановоидом не успел ударить тебя. Жесть, как с первым ты меня задушил еще. Ты же первый езал, да? Окей. Ну, первый, первый раунд, конечно, не мой польза, но сейчас посмотрим, что будет происходить. Поехали, второй раунд. Итак, первый раунд у нас не увенчался успехом, но будем сейчас вторую зарубу делать. Антонио, ты готов? Конечно. Выпускайте рачков. Поехал. Где настоящий, вот он. У-у-у. Несло, не сломал. Ревенч. Так, друзья, третий раунд у нас сейчас будет начинаться Антонио оставляет артефакты так же Но мы на таких артах просто деремся Не знаю, самое оптимальное, мне кажется, с антимагой Это манта, конечно же, терроблейду тоже, чтобы запутать Но что-то пошло не так в прошлом раунде Но сейчас попробуем задушить Антонио, ты готов? Готов Выпускай терочков, поехала Прогулял что ли или нет? Нет Уф Да, дамажиться это неплохо Уф Так, друзья, решили мы немного на терроблейде поменять билд Потому что не вывозится Попробует он усилиться арморчиком Чтобы была хотя бы разница по получению физурона Ну и что, Антонио, четвертый раунд, ты готов? Да, готов Выпускай терочков, поехала О, потерял таргет Так, все, я таргет потерял Я две иллюзии, короче, бил и все, я потерял Потом она кончилась Да, как-то я тоже до этого был раунд Я просто появлюсь и перебил Сначала потом Да, потом так Но моя ошибка не нашел настоящего Проиграл, ну что ж, попробуем сейчас пятый раунд И посмотрим, что у нас выйдет Ну что, пятый раунд у нас начинается Антонио, are you ready? Выпускай терочков, поехала Это настоящий пациент Все, GG Давай, давай, давай Хорошо Знаешь, что я увидел в конце? Когда ты юзанул манты, у тебя герой немножко дернулся Я сразу понял, что это настоящий Да Так, ну что, Антонио, пять раундов мы сыграли Возьмем сейчас доп и сделаем вывод по ранней стадии, верно? Да Да, давайте так и сделаем Ну что, друзья, дополнительный раунд идет у нас Террор Блейд против антимага Антонио, are you ready? Да Выпускай терочков, поехала Ах, чуть-чуть Ну, кстати, с Брейсером чуть поживее ты стал Я не сразу тебя нашел, но тем не менее, чуть не хватило Ну и плюс то, что он создал иллюзию сразу Да Ну, в принципе, я считаю, что нужно сделать вывод такой Что антимаг, в принципе, может в ранней стадии хорошо наказать террор Блейда Тем, что если он сразу находит настоящие террор Блейда в этих иллюзиях То можно еще моновойдом унести сразу всех иллюзий И, конечно же, дать террор Блейду по щам Но у него тоже есть шансы Если спокойно, так сказать, заюзаются все кнопки правильно То изи, изи террор Блейд может также наказать Антонио, ты что вообще думаешь? Как вообще? Ну, что к чему? Как ты думаешь? Да, ты, в принципе, все правильно так сказал Но самое главное, что решает Кто быстрее найдет настоящего Да, да, то есть, ну, и такой некий, который Ну, некоторый такой вот маленький вот рандомчик Который может вам повлиять И затащить каточку, можно сказать Но это конкретно вот если в таких условиях один на один Ну и что ж, я думаю, самое время перейти у нас к лейд стадии Это без ограничений, правильно? Да, давай приступим Давай, поехали Немного может обеспечить меня Допустим силы Ах, карпанер Погнали Да, жесть, все, а где я, кто настоящий Джи-джи, просто шансов ноль Сразу потерял цель Ну, замедление соскодил Ты прям почти, вообще, не такой боевой, как я Да, я на тебя, кстати, блинканулся И все, я не смог Там просто иллюзии, джи-джи Ладно, попробуем сейчас еще зарубу Погнали Так, ну что, Антон Второй раунд у нас сейчас будет Ты готов? Можно Выпускайте рачков, поехали Ах, жесть Ну вот это вот люто, на самом деле То есть шансов вообще тут никак не будет у меня Надо попробовать Давай я сейчас попробую, знаешь, что Собрать один артефакт Который, возможно, мне поможет заблокировать ультимейт Просто у него на Сандер Вообще, получается, на Сандер У него не требуется мана То есть он может стопроцентно махнуться Либо с иллюзией Либо со мной, самим, с персонажем Плюс еще сатаник Но это жесть Три жизни, получается, у Террорблейда Будем сейчас пытаться как-то это вытаскивать Поехали, следующий раунд Уф, друзья Переоделся, немного взял линку От его ультимейта Ведь у него ультимейт не берет маны Он может спокойно ультануть Но в линку не сможет он ультануть Поэтому попробуем сейчас как-то сделать Прошлый раунд Когда мы с мановойда уничтожили все иллюзии И, конечно же, он не сможет махнуться хп И мы попробуем его законтрить тем самым Ну что ж, посмотрим, что сейчас выйдет Антонио, ты готов, да? Я пробу Выпускай терочков Поехал Ты настоящий, лол Я так настоящего и не нашел, прикинь Не повезло Ну просто, я просто сразу же потерял сейчас контроль Максимально Я прыгаю, вроде, если я успею обисал до твоей манты нажать То мне кажется, я смогу еще как-то тебе подснять хп и уничтожить Немного не получается, потому что тяжело находить тебя Ладно Не, слишком легко нажать одну кнопку в манты До того, как ты до меня напрыгаешь Да, да Так, друзья, четвертый раунд Пока всаживаем в налину Будем пытаться сейчас как-то находить Ну что, Антонио, ты готов? Я и готов Выпускай терочков Вот, я не знаю, вот какой настоящий, вот на серьезно И вот этот Я просто не могу Вот, я даже хитбокс не могу нажать Просто вот они кучей так стоят И я опять, блин, не смог найти настоящего Я бью иллюзию сначала А потом только Я даже еще так и не ударил тебя, Антон А, жесть Ну так, ну что, пятый раунд Солянова сейчас просто сосируем Ты готов, Антон? Да Выпускай терочков Поехал Где настоящий? Опять я настоящий не могу найти Можно, пожалуйста, мановой додать Жесть Вот сейчас почему-то вот получилось По-моему, знаешь из-за чего? Что не успел ты манту вовремя нажать Я хоть какое-то количество маны тебе снял И потом уже как-то мне чуть-чуть полегче стало Блин, ну на самом деле Вот мы сейчас сыграли пять раундов Четыре из них антимаг в ноль проигрывает И в чем смысл? Смысл в том, что Если у антимага получается как-то находить Вот как-то вот сейчас Я нашел И вроде как бы я выиграл Но это такой настолько мизерный шанс На самом деле В один на один зарубах на речке Выиграть антимагом терреблейда Я не знаю Антон, что ты вот на самом деле думаешь тоже Как вот мысли Вот я тебе свою мысль сказал Что если я тебя как-то могу найти То может быть я тебя выиграю Но линка нужна по-любому, чтобы Сандер Ну, да Это тебе, конечно, очень сильно отличает задачу Но я просто скажу Я не хочу там как-то там ЧСВшить или еще что-то Просто я очень плохо сейчас прожимал кнопки И не утонул Ни манту не сделал Ничего А тебе было с кем ультовать? Кого? Да, с тобой Вот, когда мы с тобой игрались Я тебя видел прекрасно А, ты получается Ты же мне Абисолом еще можешь сбить линку И зарядить Сандера Я линку тебе сбиваю Абисолом Вот Ну, короче В микроконтроле, да Если Антонио еще ошибся То тогда, конечно Мне чуть-чуть полегче Давайте попробуем сейчас Сыграть дополнительный раунд Посмотрим, если он Все правильно Так же опять нажмет Но, конечно же, антимаг у нас проиграет Но сейчас мы это, кстати, и проверим Поехали смотреть дополнительный раунд Так, ну что Самое время провести у нас дополнительный раунд Братцы, попробуем как-то сейчас перевернуть Антонио, ты готов, если что? Да, я готов Пускай терочков Поехала Абисол, не туда закинул Да я GG, я проиграл уже, тут видно С иллюзией махнулся Ля, вот ты Ля, крыса Ля, ты крыса Блин, ну очень тяжело, на самом деле Три жизни Три жизни Антимагу это и не снилось, на самом деле Все, еще один допт сыграем Мы уже будем делать вывод и без артефактов пойдем Да, пойдем Давай Антонио готов? Готов Выпускайте терочков, поехала Да господи, опять я не туда засунул Где настоящий? Вот настоящий, а как найти? О, нашел Не души Дай победить, не души Дай, 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 дай А, а, еще и повыпендриваться надо Да ладно, 150 хп Ну почти, очень близко было So close, да? So close So close Ну и в принципе, друзья, стоит сделать вывод Но как я и думал, что антимаг на речке Именно один в один будет проигрывать Как бы мы ни пытались против Тиро Блэйда Все зависит от жесткого, такого рандома Что если я четко найду его иллюзию То я могу его еще как-то победить Но видите, Сандер, то что не берет маны Это очень, очень тяжело Он может с моей иллюзией поменяться Может со своей Очень такая себе ситуация Но в ранней стадии антимаг, конечно же, немножко подоминировал Ну а в лейте немного потяжелее Антонио, ты как считаешь вообще по этому поводу? Что можешь сказать? Ну, я не знаю, записывал ты это или нет Но я вот реально думал, что Тиро Блэйд должен вынести вперед ногами Он в реальность в начальной стадии Просто благодаря метаморфозе и первомуского Просто супер-супер преимущество Да, я согласен Но я не ожидал такого сильного эффекта от мана Блэйда Что он так против Тиро Блэйда, у которого Блэйд Он в начальной стадии не так уж и много ман Но он реально сносит половину, может чуть меньше Ну а у тебя, смотри, у тебя всего 1000 хп там И 500, сколько? 500 маны было, 600 Это по 0,8, ну примерно 400 урона Считай, пол хп я тебе точно сношу с мановой Нужно было для прикола просто больше по себе сделать Даже второй чинем-мейл заменить на брейсер Да, да, да Но и тем не менее Тиро Блэйд оказывается посильнее Ведь это, ну все-таки это такой жесткий персонаж И в принципе по статам он чуть-чуть получше По арморам, по дэмэджу Но антимаг, понимаете, у антимага тоже есть несколько спеллов Например, Блинк И третий против Тиро Блэйда абсолютно никак не помогает А вот Тиро Блэйда все способности, они заряжены для того, чтобы просто файтиться Ну и в целом антимаг по динамике игры будет немного получше А Тиро Блэйд более такая массивная машина Которая просто идет на уровне Леорика Я так считаю, что он просто идет по линии Ломает Да, да Ну и что ж, наверное, самое время у нас провести файтинги без артефактов С артефактом мы уже посмотрели наших персонажей И, конечно, сейчас поделемся без артефактов, друзья Друзья, настало у нас время драк без артефактов Антонио уже у нас готов Поэтому выпускайте рачков Поехали А это сейчас будет люто Ох, как же меня сейчас под первым с полом будет уничтожать просто Да Просто без шансов Я сейчас попробую немного откайтить Твой первый как-то попробовать поблинковаться И посмотрим, что с этого выйдет Так, друзья, второй раунд без артефактов Антонио, ты готов? Да Выпускайте рачков, поехал Попробуем так Блин, но все равно это много мне не даст Вообще, ну ничего не даст просто Я очень... Получается, у меня не успеет откэдэшиться И я не смогу прийти к тебе опять в врагу Что с Ильвия? Ты посмотри, как я дрочит Ну что, третий раунд, Антонио, ты готов? Готов Поехали, выпускайте рачков Давай драться А, у тебя иллюзия опять дрочится, слышишь? Ну, не важно Не важно, говорит Не, ну никак Не вывозит антимаг Ну никак не вывезти За счет первого спелла у террорблейда Ну это просто жесть Ну что, короче, вывод у нас такой, друзья Что террорблейд в любом случае На вот в лейте и без артефактов Будет сильнее Но это и так понятно было В принципе, антимаг это и есть Антимаг у него очень большой резист Против террорблейда Этот резист вообще абсолютно ничем не поможет Ну поэтому вот так вот у нас, друзья Получается видос Я не знаю Что тут еще добавить Не знаю Пишите комментарии Что вы думаете По данной зарубе Что делалось не так Я знаю Там много ребят Кто у нас профессионал И по-любому террорблейд У них выигрывал Антимага И не раз И антимаг выигрывал террорблейда Но не суть В общем, пишите в комментариях Кого бы вы еще хотели увидеть В этой рубрике Ну и конечно же Спасибо всем, кто посмотрел Антонио, тебе отдельное спасибо За то, что помогаешь Делать эту рубрику К сожалению, сегодня у нас Антимаг проиграл Не очень удачно Против террорблейда Но мне кажется Террорблейда нужно Стравить С каким-то более Подходящим персонажем Потому что все же противостояние Антимага террорблейда Оно такое сомнительное Антимаг у нас Немного другой герой Нежели чем террорблейд Вот террорблейд Против Леорика Было бы интересно Мне кажется Да, вот Как-то вот террорблейд Против Леорика Да, две жизни против Ну, получается Три жизни Против трех Жизни Нежели чем Антимаг Против террорблейда Но террорблейд Сегодня Лейтстаги И, конечно же Без артефактов Изи побеждает, друзья Ну что ж, Антонио Спасибо тебе да пожалуйста друзья всем спасибо еще раз и до скорого